Библейский портал экзегет.ру представляет 52 глава книги пророка Исаия. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Ну вот у нас в 51-й говорилось о торжестве справедливости, о том, что Бог не бросает Израиль, не разводится с ним, не отдает его в рабство кому-то еще, а значит он вступится за свой народ, и это одна из основных тем второй части книги, а 52-я развивает это. Вот Господь когда-то и довольно скоро спасет свой народ. Поднимись, поднимись, Сион, и силой облекись. Наверное, уже не нужно напоминать, что Сион один из холмов, на которых стоит Иерусалим, главный, поэтому синоним название Иерусалима. На день ризы величия твоего, Иерусалим, город святой, не будет предходить по тебе, кто необрезан или нечист, то есть язычник или человек в состоянии ритуальной нечистоты. «Восстань из праха и отряхнись, плененный Иерусалим, сбрось колодки с шеи своей, плененная дочь Сиона». Колодки, ну то есть деревянные такие штуки, которые надевали пленником или заключенным для того, чтобы они не могли сбежать, для того, чтобы ограничить их движение. «Ибо так, говорит Господь, за даром вас отдали, и выкупят не за деньги». Вот в рабстве вы попали, и, соответственно, так же будете освобождены, и платить здесь никто никому ничего не должен. Вот эти расчеты, которые вообще в религиозной сфере очень часто так или иначе подразумеваются. «Я даю тебе, чтобы ты дал». Это принцип римских язычников. Вот здесь они неуместны. Это не за деньги, это из-за отношений, которые между Богом и его народом. «Ибо так, говорит Господь Бог, прежде уходил народ мой в Египет, чтобы там поселиться, безвинно терпел гнет Ассирии». Соответственно, когда в Вавилоне они разрушали Иерусалим, они были не первыми до этого, нападали Ассирийцы, хотя не разрушили, но пытались. Вот какая-то часть народа переселялась в Египет. Египет казался такой альтернативой, да, тоже великая держава, но относительно мирно у них отношения строились с Египтом. Так что же тут теперь у меня? Пророчество Господа. «Даром был взят мой народ, и правители их рвут и мечут, пророчество Господа поносят имя мое, что не день». То есть захватили, никакого не дали за это выкупа, денег, и вот еще и оскверняют имя Бога. «Потому народ мой узнает мое имя, узнает тот день, что это я, я тот самый, кто с ним говорит». Вот вся эта история про и плены, про освобождение, ровно про то, чтобы напомнить народу о Боге и о том, кто на самом деле определяет историю этого народа. И вот, наконец, все должно быть хорошо. Плен заканчивается. «Как прекрасен гонец, по горам бегущий, несущий добрую весть о мире, благую весть о спасении, кричит все он, воцарился твой Бог». Вот эта формула «воцарился твой Бог», что это значит, что Бог царь? Ну, понятно, еще одно его название. Но воцарился, то есть воссел на престол и начал править. Вот в том, что происходит, видна власть Бога не вообще, да, вот есть Бог, Он над всеми нами главный, но проявление этой власти в сегодняшней истории. «Вот и голос твоих дозорных, с ликованием все вместе возглашают, видят своими глазами, как Господь возвращается к Сеону». То есть народ приходит на место, где стоял Иерусалим, но одновременно это Господь возвращается к Сеону. Все будет восстановлено, потому что народ и есть носитель имени, славы Божией в этом мире, о чем уже пророк говорил не раз. «Торжествуйте, ликуйте все вместе, развали на Иерусалима, утешил Господь свой народ, искупил Иерусалим, искупил, освободил от рабства. Действует святая рука Господня пред глазами всех народов и видит все концы земли, как Бог наш спасает». То есть еще и еще раз история Израиля, история избранного народа, она для всего человечества. Она как пример, она как некоторый полигон отношений Бога и общин народов, отдельных людей. Но вместе с тем, как свидетельство о том, что в этом мире он действует. И я думаю, что, в общем, действительно история еврейского народа очень часто показывает нам такие примеры, не только в библейские времена. Это не значит, что всегда все хорошо. «Ступайте, ступайте оттуда и не касайтесь нечистого. Прочь от него, очиститесь вы, кто сосуды Господни носит». Это уже речь, конечно, про исход из Вавилона. И это место языческое, место, где поклоняются идолам. Вот надо даже не касаться всего этого. «Будете вы уходить неспешно. Исход ваш не будет бегства. Впереди вас пойдет Господь, прикроет вас сзади Бог Израиля». Ну да, потому что можно бежать, да, и это тоже хорошо бежать из рабства, из плена. Но бегут небезопасно. А здесь вот и спереди, и задние будут прикрыты, и будет спокойное путешествие. Что и произошло по указу персидского царя Кира. Действительно, изгнанники могли вернуться. И это было вполне такое спокойное, целенаправленное действие. И шествие, которое было устроено вот даже по санкции высшей власти. И вдруг, помните, мой отрок, без конца мы встречались с этим выражением. Вот еще раз появляется слуга. Здесь, правда, слово в переводе, но это синонимы. Да, будет мой слуга успешен, и высок, и велик, и вознесен. Как много было тех, кто удивился ему. Облик был обезображен, не как у человека, на сына Адама, и не был похож. Так многие народы он изумит, и цари пред нему молкнут. Увидят то, о чем не говорилось, поймут то, о чем они слыхивали. Слуга здесь очень похожа, что народ Израиля. Потому что идет речь об исходе, о том, что вот он вернется. С другой стороны, мы столько раз встречались с этим самым отроком, слугой. Иногда просто он, указание на какого-то человека, или, может быть, какое-то олицетворение. То есть фигуру, которая обозначает некое понятие, нечеловеческое изначально. И вот появляется снова этот слуга, и о нем говорится о том, что он был обезображен, но пред ним умолкнут цари. Они увидят и услышат нечто принципиально новое. К сожалению, здесь заканчивается глава, потому что дальше продолжается эта тема. И чтобы получить ответ на вопрос, вообще что имеется в виду вот в этом неожиданном повороте событий, Господь спасает, уходите скорее, все будет хорошо, все замечательно. Он был обезображен, но перед ним умолкнут цари. Чтобы понять, как это получается, надо прочитать 53 главу, что мы, конечно, тоже сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok